Привет-привет, мои прекрасные зрители! Вот и отгремели новогодние салюты и фейерверки. Но зимняя сказка всё ещё не кончается, потому что впереди самый волшебный, самый уютный зимний праздник – Рождество. И если лично наша семья по традиции новогодние праздники встречает где-то вне дома, может быть, в гостях, может быть, даже в центре города, как было в этом году, то Рождество – это всегда тихий домашний уют. За столом, где собираются самые-самые близкие друзья и, конечно же, самые-самые родные люди. И на Рождество я готовлю. Накрываю стол и хочу с вами поделиться буквально несколькими очень простыми, вкусными и, главное, очень нарядными и красивыми блюдами. Уже у меня здесь вовсю варится и булькает пшеничка на кутью, а здесь я поставила кипятиться воду для того, чтобы отварить кальмары. И сейчас с вами будем готовить кальмары и салат из них, который называется «Красное море». Нет, это надо, конечно, запечатлеть, потому что Юра готовит такое, так редко бывает, что это просто какой-то исторический момент. В общем, делаем мы… Нет, я тебе скажу, что ты делаешь. Делаем мы рулеты из лаваша, крем-чиза и красной рыбки, и семги. И Юра решил мне помочь. Юра, толще намазывай, пожалуйста, толще. Вот такой у нас крем-сыр президент. По одной баночке на один лавашик пойдёт. Лаваш, кстати говоря, небольшой. А вот процесс сейчас дальше покажу, что будет. А кое-кто тут стоит и караулит, когда же ей какая-нибудь крошечка перепадёт. И очень ей нравится мягкий сыр. Сырные продукты. Любые сырные продукты. Нема разницы, какая-то. Адель за сыр вообще продаст. Продаст не только Родина, но и родных маму с папой, наверное, в смысле Юру с Викой. Такая вот она у нас сыроедка. Ну, в общем, смотрите. Слой сыра жалеть не нужно, а вот семгу раскладывать слишком густо не стоит. И это не из-за экономии, а из-за того, что один пласт потом накроется сверху вторым, и рыбы реально будет слишком много. И может быть просто очень солёная на вкус. Ещё можно добавить укропа. И тогда на разрез рулеты будут очень весёленькие, разноцветные. Теперь аккуратненько переносим и укладываем слой на слой. Но нам же нужно, чтобы рулетик был толстенький. Вот для этого два слоя и нужны. И сворачиваем очень-очень плотно. Затем рулет нужно очень плотно обернуть в плёнку и оставить на ночь в холодильнике для пропитки. А затем можно подавать на стол и любоваться очень красивой закуской. Порезать можно или на ровненькие кружочки, или по диагонали, кому как нравится. И ещё поделюсь с вами рецептом одного очень простого по ингредиентам, но очень нарядного салата, который не стыдно будет подать на праздничный стол. Смотрите, что надо. Ананасы консервированные, сырая потёртая морковь на мелкой тёрочке. Ой, стреляют! Каждый вечер у нас стреляют петарды. Салюты и фейерверки. Адель, не рычи! Так, сначала. Ананасы консервированные. Морковка сырая, потёртая. В морковке, видите, уже чесночок выдавленный. Четыре яйца, также потёртые на тёрочке. Дальше мясо. Курятина отварная. У меня, правда, здесь индейка. Как бонус, от холодца, который варила, осталось мясо. И твёрдый сыр. Теперь найдём подходящее блюдо и подходящую форму. Ну, жаль, это не подойдёт, слишком большая. Но вот это как раз. И начнём выкладывать очень красивый слоёный салат. Сначала нижним слоем у нас идёт курятина, либо, как у меня, индюшатина. Мясо солим, перчим. Смешиваем с майонезом и выкладываем плотненько вниз. Потом ещё немножечко майонеза. Да-да, этот салат требует майонеза, поэтому он совсем не низкокалорийный. Но по праздникам совсем чуть-чуть можно. Размажем майонез. Сверху сложим аккуратненький слой ананасов. Поверх ананаса мы уже майонез не намазываем, потому что пойдёт морковка, уже смешанная с майонезом. И сверху на морковку идёт слой из четырёх тёртых яиц. Я смотрю, камера при электрическом свете очень перевирает цвет морковки, но вы на это не обращайте внимания. Морковка нормального морковного цвета, а не такого ярко-жёлто-оранжевого. В верхний слой идёт твёрдый сыр, натертый и смешанный с майонезом. Я по-прежнему прошу не обращать внимания на цветопередачу, потому что очень и очень сильно искажает. Жёлтый цвет яиц просто ужасный. В общем, сейчас размажем, разровняем этот слой и постоит всё это дело в холодильнике до утра, чтобы слои припитались и чтобы получился настоящий салатный торт. Но вот и салат Красное море. Осталось только украсить морской звездой из помидор и кораллами из корейской морковки. Тем временем тихо спускается вечер, и всё вокруг как бы замерло в ожидании Рождества, в ожидании первой рождественской звезды. Подожду я, окинув стол хозяйским взглядом, всё ли на месте, всё ли идеально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok Олега Скрипке И он будет выступать С целым симфоническим оркестром Концерт будет проходить в театре музыкальной комедии Вот мы туда сейчас направляемся по непривычно пустому городу Ни людей, ни машин Можно сказать, пробок вообще нету Наверное, люди в самом деле сегодня уже отдыхают по домам От всех шумных-шумных праздников, застолий и так далее Решение пойти в театр было довольно неожиданным Потому что буквально позавчера в интернете мы увидели Что у нас предстоят концерты Олега Скрипке И мы подумали, почему бы и нет В конце концов, нам уже нужно потратить нашу президентскую тысячу Которую президент Милостивую Которую президент Да, широким жестом выдает всем, кто Получил вторую вакцинацию Тысяча гривен Каждому, это примерно где-то 33-35 долларов, да, Юра, так? Вот, но Это я вам расскажу Те, кто не знает, те, кто, может быть, не из Украины Меня смотрит в Украине-то, это всем известно Выдаёт О, вот, кстати, афиша в скрипке висит Выдаётся это Смотри, какие пустые улицы нам просто сегодня везёт Выдаётся это тысяча Тем, кто имеет сертификат о вакцинации И вакцинировал с двумя вакцинами Но это Деньги виртуальные И можно их потратить только целевым назначением То есть На какие-то полезные, скажем так Траты, это, может быть Книги, театры, поездки В пределах страны Билеты на транспорт Да, и также фитнес Вообще-то мы планировали Очень хотели пойти 2-го числа На праздничный концерт На праздничное представление Щелкунчика В театр оперы и балеты Там наша украинская дива Была В главной роли Да, так говорят о балеринах В главной роли Нет, главную партию исполняла Но к тому времени наша тысяча ещё не пришла А вот она пришла И мы сразу же Решили потратить её на концерт Олега Скрипки Причём так сразу всю Вернее, сразу две Обе Взяли два хороших билета В первых рядах И думаем, что будет Интересно И получим Удовольствие И я немножко там поснимаю Себе на память Ну и вам покажу Приехали Ставим машину на Парковку И выходим в театр А там уже Внутри ходят люди По лестницам Приверка билетов Сертификатов Поэтому люди Продвигаются Довольно медленно Вовнутрь Там, по-моему, поменьше Покажется Внутри ходят Али Али Селик только В какой? В левый Или в правый? В правый? В правый? В правый? В правый? В правый? Думаешь, как тебя может Руку поднимать? А 14 февраля Сходим на ёлку Али 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 Друзья, мы возвращаемся с концерта. Мы, конечно, под огромным впечатлением, под огромным. Я отсняла очень много материала, и я так еду и думаю, не хочу я его резать на куски, вставлять какие-то отрывки. Я его пущу одним отдельным видео, я выпущу это видео завтра. Хотите, посмотрите, не пожалеете. Кто любит группу «Вопли Ведоплясова», как они назывались еще раньше, 20 лет назад, или сколько он сказал? Даже 35 лет уже этой группе. И сейчас солист остался Олег Скрипка, то завтра ждите это видео. Будет концерт почти что полностью.